Юрий Николаевич, слышно? Отлично слышно! Ага, доброго дня! Ой, доброго дня! Вот что вы делаете с подписчиками своими? Вчера посмотрел ночью ваш выпуск вот этого ролика, форточка эфира, но не мог уснуть до самого утра, Ждал, пока вы проснетесь, звоню вам три раза. Ну так, Ярослав Петрович, я сразу перейду к делу. Сразу перейду к делу. Ролик заинтересовал, я там увидел учителя, поэтому у меня к вам огромная просьба. Если вы сейчас можете поставить запись, если получится. Вот там с час пятнадцати говорил мужчина, кстати, ну не представлялись там все, мужчина в темной футболке, который говорил про технологии эфирные, там они урановые хвостовики, все материализовали там и все это прочее. Ну, помните про кого я говорю, да? Да. Я сейчас включил, идет запись, и на экране сейчас я наблюдаю этого мужчину, да. Отлично. И вот слушайте, дайте мне, пожалуйста, ну могу сказать, Бога ради, телефон его. Почему? Они там хотят дематериализации, это в самом деле мусор и все. А нам нужна сверхонизированная позитронная вода. Он правильно сказал, там позитронов столько, что они обдирают оболочки. Вот нам надо получить такую воду. То есть питьевой вариант у нас есть, который отличный с онкологией борется. У меня есть, есть данные, просто я не могу озвучивать это имена больных, пока лечение идет, все, если они дадут мне, то я выложу. Нет, это в своем уже ролике. Но нам нужна сверхонизированная вода, которая вот эти канализационные озера, канализационные, она будет осветлять до чистой воды. Вот я вот откачиваю канализацию, а технологию если бы дали, я пусть там ведро бы в канализацию вылил. Кстати, наша питьевая вода уже лишает канализационного запаха, то есть сероводорода гниения уже нету. Вчера у меня только парень откачивал, говорит, Юра, где запах? Я говорю, нету запаха, ушел из запаха. Ну ладно, осветляться, так я лучше канализационную воду не буду там давать машину, сейчас тысячи у нас, чтобы откачивать, а буду прям огород поливать, потому что она будет чистая, позитронная вода. Понимаете, у меня море, целое море этих волонтеров, и в Европе я говорил, они только ждут моей команды, они говорят, Юра, когда мы получим сверхонизированную воду, потому что помойные вот эти озера, вот, и в реки скидывают, и озера, вот у нас озера прям делают, да там дышать нечем, мимо свалок проходишь, дышать нечем. А когда у нас будет вот эта вода, она очень сильно множится, быстро, вернее, множится. Мы можем получить любую. Заказал пожарную машину, подъехал к этой свалке, облил, во-первых, свалки прекращают гореть. Тут же, тут же, и свалка начинает перерабатывать себя сама. Это уже делал Айханду Юг, и все это проще. Вот мне просто вот надо имя, фамилию вот этого человека, и дайте, пожалуйста, телефон, объясните ему. Нам не дематериализаторы нужны, нет. Это не какой-то интересный, я вот с этой темой уже, как говорится, и спать ложусь, и поднимаюсь. Она не дает мне тему вот эту грязь. Ну надо же ее убирать. Мы озера такие очищаем, да, там и рыба осветляется, озера, речки, все. То есть они оживляются, в них появляются чистильщики. Вот, а вот с этими, с квалификационными водами, вот, ну и пока мне сделать ничего. Мы не можем сделать столько позитронов, чтобы это самое. И вот мне нужен учитель, я прям как его увидел. Я думаю, ну вот мой учитель, я дождусь пока Ярослав Петрович проснется. Вы объясните, пожалуйста, мне контакты его нужны, я-то создать его не буду, ни в коем случае. Мне просто, вот, он мне просто подскажет все, нам технологий вот этой хватит. Ну вот. К вам еще может позвонить из Омска напарник, может, кандидат технических наук, он к вам же обратится с этим же самым вопросом. Он попозже это звонить будет. Сейчас он в Омске там дела. Ну как вы смотрите, ну прям вот по зарез нужны данные вот эти человек. Кстати, как его звать-то хоть? Юрий Николаевич, идет наша запись. Я запись выложу, ему пришлю. Посмотрят другие ученые. Он сам, ну, как бы не будет делать. Разговор вы записать не сможете. Скажет, дайте техническое задание. Вы же ролики умеете делать, у вас же есть помощник там блогер? У меня ролики есть, все это есть. Нам нужна технология сверхпозитронной воды. Мы-то пьем питьевую воду. Сверхпозитронную нельзя пить просто, она человека убьет. Вот, а вот для канализационных, вот, она же дематериализует вот эти гадости всякие, которые в воде. Вот. То есть именно она борьба с канализационными водами. У нас реки забиты, свалки забиты, все это забито. Понятно. Передайте ему, пожалуйста. Если вот он, я просто буду от вас как от бога ждать контактов. Мне, конечно, его почту лучше. Почту. Я там изложу свои мысли коротко. Он мне подскажет, потому что он проходил все это. Вода, все это суфийская вода. Он все это проходил, потому что они уже дошли до этого уровня. Команда дойти наша пока не может. Ну вот я поэтому наши разговоры записываю. Почему я записываю разговоры? Потому что не надо уже никому пересказывать. Ролик залил, и человек послушает. Почту. У меня его нету. Дадут... Позвать-то его хоть какой, знаете, нет. Ну я знаю, конечно, но пока сохраним небольшую интригу. Ну ладно, хорошо, хорошо, хорошо. Ну просто нам это просто профессионально. У нас армия просто уже готова. И в Европе, и здесь. Те же люди, которые облагораживают наши речки, озера. Они же, эти же люди, будут на местах заниматься. Они уже целый год ждут. Юрий Николаевич, а когда ты нам сделаешь сверхпозитронную, она же сверхионизированная вода? Угу. Да, да. Потому что свалки убирать надо, матушки, природу надо чистить. Надо чистить. Юрий Николаевич. Да. Вот наш с вами разговор, это пример обывательского мышления. Почему обывательского? Ну вот, давайте расскажу. Давайте. Давайте. Давайте расскажу. Вы хотите, ну как бы, вы занимаетесь некой темой, услышали некое решение, и у вас есть помощники, и вы понимаете, что с этим помощником вы начнете делать хорошее дело. Так. Вот. Но для того, чтобы сделать эту технологию, требуется государственное участие. Нет. Абсолютно нет. Ну, сделайте тогда. Вот, Юрий Николаевич, вот вы спорите. Нет. Ну, нам нужен способ получить. Я обращался к чиновникам, я им говорил, все отлично, но как им только начинаешь говорить, давайте чистить реки там, ой, оздоравливать реки в Оренбургской области, очень много озер. Вот. Они в плачевном все. Там пруды и все это прочее. Так, Юрий Николаевич. Гниют. Юрий Николаевич. Они все, как только, а это же деньги. Юрий Николаевич. А нам деньги не нужны, нам только получить эту воду. Умножить ее я каждому раз дам, и каждый будет ее умножать. Юрий Николаевич. Нам технологию один раз получить ее надо. Ну, конечно. И это стоит триллионы долларов. Это результат работы государства. В это были вложены миллиарды советских рублей. Чтобы учителя, тех учителей, кого вы видите, могли были проводить опыты. Строили заводы, лаборатории, институты. Ролик делается для того, чтобы на уровне главнокомандующего обратить на это внимание. Я в чиновниче не верю. Нет. И вы тоже не верите. Вы же вот знаете, каким вы ученым. У вас вот вчерашний ролик, это просто вот такая душная и такая надежда. Это огромное. На чиновников надеяться нечего. Главная ошибка. Главная ошибка. Главная ошибка. Рязанов. Если нет денег, с тобой вообще ничего говорить не хочет. Я же вам говорил, что вот эта питьевая вода нужна в детских садиках, нужна в школах, чтобы наше поколение здоровое, чтобы нация здоровая была. Да, интересно все, мы вам подводим. Все, Юрий Николаевич. Да. Ну, просто мне эту беседу приходится сотый или тысячный раз вести, когда вы говорите, что эта вода нужна нашим детям, в школах, в садиках и так далее, вы совершаете, ну как бы вот мягко сказать, ну юридическо-правовую безграмотность вы сейчас проявляете, потому что государство заботится о жизни граждан и их детей, и не пустит никакую компанию, ни в какой детский садик, ни в какую школу, потому что это должно быть все загостировано, сертифицировано, пройдены все проверки на мышах, на кроликах, на обезьянах, на лошадях. Мы уже проходили этот этап, наша группа уже провела полностью, полностью провела, вот как вы и скажете, и на лошадях, и на рыбах, и в Казахстане, и в России, и в Европе. Где научные статьи? А я кто, наука, что ли? Нет, я вам говорю о том, что когда вы говорите, вы провели, я спрашиваю, какими методами контроля, учета, сертификации, это учтено. Не может быть... У меня был один ученый, вот он вышел, это самый на меня, ой, да я здесь диссертацию напишу по вашей теме. Я говорю, а ты в савторах, там, в суе, имя мое напишешь, как в Библии говорят, это самое. Он говорит, нет, не могу. Я говорю, а почему? А у тебя кандидатский там или... Нет, нет, у тебя. Я говорю, до свидания тогда. Мы потратили много лет на это, очень много лет, чтобы получить эту воду. А ты хочешь в моих данных получить опять-таки бабки и все. У нас наука, она консервативна. Очень консервативна. Ну ладно. Я все-таки... Наука, наука это мы, в науке такие же участники социума, с такими же плюсами и минусами, которые есть у наших личностей. Исследователи. Народ это простой народ, сейчас столько исследовательских, тем очень много. На наш Иран сколько денег вкачивают. Юрий Николаевич, смотри, ролик, если ты переслушаешь, то ты там услышишь, что, ну, за что купил, за то продал, и мы одинаково как бы слышали эту информацию, что разработчики с браслетами на ногах. А ты говоришь, да, а ты говоришь, дайте мне эту технологию, я пойду... Именно... Нет, мне дематериализацию предметов не надо. Нам надо то, что получал Айхан Дуюг в 2000-е годы. Он чистил Черное море. Залив залитый нефтью. Только они очень плохо относятся, если танкеры пронывают в Черном море. Там залив был просто залит нефтью. Он вылил 20 галлонов туда всего лишь вот этой воды. И залив очистился за два месяца. Понимаете, вот... Надо проверить. Я не слышал, надо эту информацию проверить. А это суфийская вода. Суфийская вода. Айхан Дуюг. 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 Айхан Дуюг. Дуюг. Сверхионизированная вода. Да, да, да. Я про эту воду слышал. И у знакомого мама была. И они строили завод по этой диагонизированной воде. Бутылочка стоит в Америке чуть ли не 30-40 долларов. Знаю я. Но мы уже и в Америке пустили нашу питьевую воду. И там такие отцевые. Это просто. Это просто. То есть мы уже питьевой вариант мы распространили по миру. И у нас данных огромное количество. Что там люди? У седых людей пошли черные, с самой корни, волос. Уходят артриты, артрозы. Все, не будем сейчас рекламу делать эту тему. Еще раз. Мы не имеем права... Я не хочу. Я факты говорю. Я ничего не говорю. У меня факты говорят. Факты, это когда комиссия, эксперты, исследования и так далее. Да я готов. Только кто будет приходить? Да никто не хотят. Как эти чиновники из мэрии. Мы вам позвоним. Так слона не продать. Юрий Николаевич, так слона не продать. Значит, под лежачий камень вода не лежит. Дело делаем. Видишь, если я ролик не снял бы, ты не увидел бы. Не позвонил бы. Не позвонил бы. Конечно. Так я спать не мог до самого утра. Это прекрасно. Ярослав Петрович. Ну, в самом деле, он так меня ударил, это все. Говорю, вот я учителя увидел. Мне только одну подсказку надо. Мне вопрос ему задать. Задать один. Задать один вопрос ему. Все. Мне больше ничего. Как сделать воду, да? Как сделать воду? Как сделать? Я примерно за. Если он скажет так вот правильно, то я буду делать. Я могу убить. Мы четыре года только к питьевой шли. А к этой воде мы еще, не знаю, а мне уже 66 лет, ну, грубо говоря. Не знаю, какой был договор в духовном мире, а там некоторые говорят, вот там по 500 лет будет. Какой у тебя был договор в духовном мире при воплощении? Столько и проживешь. Дело в том, что в каком качестве ты проживешь. Водром и все это прочее. Или на больничной койке, как у Пушкина, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет себя. Помните такое, да? Мой дядь из самых честных проблем. Вот. А эта вода, она убирает. Она вообще не терпит грязи в организме. Вот этот питьевой вариант. Кстати, я же ее давал для Оксаны, я же откликался. Для Оксаны Замятины, вы ей не можете подсказать. Кто-то сделал ей эту бутылочку, не сделал эту бутылочку. Скорее всего... Пользуй? Нет, скорее всего не сделали. В Севастополе там не так много активистов у нас, кто связан с электротехникой. Кто-то может накрутить. Но зато спасибо вашему ролику. После вашего ролика люди спрашивают, инвалиды ко мне и все. Я, конечно, им делал за самую низкую цену, то есть окупаемость, чтобы отправить эту бутылку. Люди говорят спасибо. Огромное спасибо. А сколько стоит? Давайте, Юля, Оксане закажем. Ну, она-то у меня в металле вся уже, как бы, с пересылки, она стоит 6 тысяч рублей. Это не так дорого. Ты просто налил, через 40 минут она уже активизирована. И пользуйся ей сколько надо. Она множится. Хочешь в ванну, пожалуйста, в ветро налил воды из-под крана. Пол бутылки туда вылил, за ночь она у тебя вся такая позитронная. С точно таким же зарядом, ни больше, ни меньше. Вот. Вылил в ванну, полежал в ванне. То есть ты и пьешь, с внутренней части чистишь. И с наружной чистишь. Как вот женщина говорит, Юра, спасибо. Не надо нам дезодорантов. Потому что лимфа чистая стала. От человека нету запаха вот этих пота там. Ну, неприятные запахи. Потому что наша лимфа забита ядами. Понимаете? Вот. Все очень просто. В нашей же группе врачи, правда, я их не могу озвучивать. Все это пройдено. До приема, после приема, какие изменения по системам и органам идут. Там все видно. Там как аура меняется, как все. Потом долгое время приема там уже глядят. Что было и что стало. Только плюсы, поэтому замятины и надо. Да там все очень легко. Ну, откройте ролик. Быть может, там кто-то, ну, друг ее, что, передайте ролик. Мой 13-летний внук эти бутылки мотает. Там 8 метров провода надо всего. И обычно даже можно стеклянную бутылку. Ну, я делаю в железных так, как стекло бьется. А вот эти вот 0,75 литра. И женщина может в сумочку, в багажник там. Ролик напомнить, пожалуйста, как называется. Он так и называется. Инструкция по приготовлению позитронной воды. Канал Антона Зорина. И там, я говорю, посмотрите его полностью. Там просто, я говорю, внук мой делает роднее там нашей всей. Там материал-то минимальный. Так, обращаюсь к вам с последней просьбой. Свяжите меня с этим человеком. Мне он нужен. Мне просто вопрос один. Задать ему надо. Давайте он посмотрит ролик, послушает. И если ему есть, то ответьте, и тогда я вас свяжу. Хорошо. Отлично. А где можно посмотреть? Это вы на глобальную волну выложите или как? Да, через полчаса я сейчас выложу это на канал наш с вами. Хорошо. Дай бог здоровья вам. Опять Оксане Замятина. Ну, ребята, там все просто. Помогите девушке. Потому что у нее трэма. И это у нее паразиты. Они в мозгу уже. Это я знаю. Все это уйдет. Все это уйдет. Потому что позитронная вада, она убивает. Она не терпит, а в организме грязи. Вот. Ну, ладно. Всего вам доброго. Всего доброго. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.